Всем доброго времени суток! Добро пожаловать на первый в этом году прямой эфир с представителями институтов для абитуриентов. Сегодня на связи с нами Институт международных отношений Казанского федерального университета. В ходе прямого эфира вы сможете задать вопросы об особенностях поступления, проходных баллах и многом-многом другом. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответят декан Высшей школы международных отношений и востоковедения Эльмира Хабибулина, заместитель декана Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Алла Шакирова, декан Высшей школы иностранных языков и перевода Диана Сабирова. Абитуриенты, Вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. А пока я предлагаю начать со вступительного слова нашим гостям. Добрый день, уважаемые абитуриенты! Добрый день, родители наших уважаемых абитуриентов и всем, кому сегодня интересно услышать об Институте международных отношений Казанского федерального университета. Вначале хочется представить наш институт. Институт в цифрах. Это 6 тысяч студентов. Это более 20 направлений подготовки. Это более 50 стран, которые представляют вузы-партнеры. Это более 30 стран, из которых приезжают к нам студенты. Это три высшие школы. Это драйв, это энергия, и это просто очень интересная жизнь для наших студентов, для наших магистрантов, аспирантов, а также всех, кто кипит в одной большой семье. Семьи Института международных отношений. Позвольте мне начать наш рассказ с высшей школы международных отношений и востоковедения. И, как уже понятно из названия, в этой высшей школе обучаются те, кто предпочтел для себя профессию, связанную с международными отношениями, с востоковедением, африканистикой и с экономикой. На нашем отделении, в нашей высшей школе обучается около 2000 студентов, которые изучают 13 восточных языков, которые изучают 5 европейских языков, которые погружаются в секреты дипломатии, которые раскрывают для себя секреты востоковедения, и которые учатся быть экономистами, стремятся стать экономистами и раскрывают для себя секреты экономии и экономики восточных и европейских стран. Если говорить конкретно о направлениях подготовки, то международные отношения – это то направление, которое, как я уже сказала, реализуется в нашей высшей школе и представлено всеми ступенями подготовки. Это бакалавриат, это магистратура и это аспирантура. Наши студенты, которые начинают учиться только-только с АЗОВ, изучают два иностранных языка. Как правило, это комбинации европейский плюс европейский, либо восточный плюс европейский. Если говорить о востоковедении африканистики, это семь профилей подготовки на следующий учебный год. И это восточные языки – китайский, корейский, вьетнамский, японский, арабский и турецкий. Это то, что мы предлагаем для наших абитуриентов, которые, как я уже говорила, поступят в этом году. Также новое направление подготовки, которое мы будем набирать второй раз в этом году, это направление экономики, которое также позволяет нашим студентам изучать два языка. Один европейский, один восточный язык. В этом уникальность направления экономики. Итак, давайте теперь конкретно. Международное отношение – это направление, как я уже сказала, на котором реализуется изучение двух языков. Европейский, европейский, либо европейский плюс восточный, где восточный выступает первым языком. Это профессия, которую наши студенты предпочитают и выбирают чаще всего. И самое большое количество иностранных студентов, которые обучаются на нашем отделении, также приходят на это направление подготовки. Стоит отметить, что на сегодняшний день у нас обучаются студенты из 24 стран. И почти 30%, фактически каждый третий студент направления международного отношения является гражданином какой-то другой страны. То есть у нас такое мультинациональное сообщество студенческое на этом направлении. Для тех, кто предпочитает направление востоковедения и африканистика, в этом году мы приготовили несколько профилей. Это языки страны Азии, Африки, где вы сможете изучать китайский, корейский, турецкий, арабский языки. Это профили истории страны Азии, Африки, где вы будете изучать углубленные истории, историческое, общественное развитие стран. В этом году для вас мы предлагаем корейское и китайское направления, то есть истории страны Азии, Африки, Кореи, истории страны Азии, Африки, Китай. Очень популярное направление подготовки, профиль подготовки на востоковедение и африканистики, это профиль, связанный с экономикой восточных стран. В этом году мы предлагаем Ютан и Японию. Также хочется отметить, что уже не первый год реализуется профиль подготовки академической исламоведения, где наши студенты имеют возможность углубленно изучать арабский и персидский язык. Ну и профиль подготовки политика и экономика тюркских народов. Это профиль, который является целевым. Обучение этих студентов оплачивается из бюджета Республики Татарстан. Студенты углубленно изучают регион Центральной Азии, Турцию, и в качестве основного восточного изучают турецкий язык. Также у нас есть направление востоковедения африканистик, экономика международных отношений, страна Азии, Африки, где студенты, наряду с хорошей подготовкой языковой по восточным языкам, еще и погружаются в азы экономического развития России и стран восточного мира, в частности, Азиатско-Тихоокеанского региона. Достаточно интересное, как я уже сказала, новое направление, которое становится популярным, это экономика, где наши студенты имеют возможность изучать восточный язык, европейский язык, и углубленно изучают экономическое развитие, внешнеэкономические связи России с восточным миром. Если кратко, то это направление подготовки, которое мы реализуем, и на которое мы готовы воспринять уже буквально этим летом. Что касается магистратуры и тех, кто заканчивает бакалавриат, стоит отметить, что востоковедение африканистики предлагает в этом году 4 программы. Восточный язык в профессиональной коммуникации – корейский язык, восточный язык в профессиональной коммуникации – турецкий язык, восточный язык в профессиональной коммуникации – китайский язык, языки и литературы страны Азии, Африки – арабский язык. Если говорить о международных отношениях и экономике, также у нас в этом году есть очень интересное направление, программа подготовки для будущих магистрантов. Подробную информацию вы можете узнать и на нашем сайте, и из наших дальнейших инсталайф. А вы, если позволите, я передам слово декану Высшей школы иностранных языков и перевода, профессору Сабировой Диану Растамовне. Добрый день, уважаемые присутствующие, уважаемые слушатели. Я рада приветствовать вас от имени профессорско-преподавательского состава Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений Казанского федерального университета. Два слова про нашу Высшую школу. Не побоюсь этого слова, что это одно из самых крупных подразделений, осуществляющих языковую подготовку в Приволжском федеральном округе. Высшая школа иностранных языков и перевода – это более 2000 студентов будущих лингвистов, это более 190 преподавателей, среди которых это и доктора, и кандидаты наук, заслуженные преподаватели КФУ. Это направление подготовки для неязыковых направлений, то есть преподаватели нашей Высшей школы обеспечивают языковую подготовку для студентов неязыковых направлений Казанского федерального университета, и это более 9000 студентов. Поэтому какое бы направление подготовки в Казанском федеральном университете вы не выбрали, в любом случае мы с вами встретимся. А вообще, для кого направление лингвистика, которое я сегодня представляю? Если вы хотите изучать языки, если вы готовы выбрать это счастье трудных дорог, если вы готовы изучать языки не просто для себя, не просто для вашего личного интереса, а для того, чтобы стать настоящим участником межкультурной коммуникации, быть способным вести коммуникацию на разных иностранных языках, а я здесь оговорюсь, что все наши студенты-лингвисты изучают три иностранных языка, и как они это делают, я скажу вам чуть позже. То есть для всех тех, которые выбирают для себя иностранные языки, которые хотят изучать иностранные языки и культуру, это направление лингвистика в нашем университете. Итак, по поводу изучения трех иностранных языков. Все студенты-лингвисты изучают три иностранных языка. Как правило, это комбинации двух европейских и одного восточного языка. То есть, если вы для изучения в качестве первого и второго иностранного языка выбрали европейский, например, комбинацию английский и французский, то в качестве третьего иностранного языка на третьем курсе вы будете изучать восточный. Если с первых дней вашего пребывания в качестве студента КФУ вы выбрали изучение английского и восточного языков, то в качестве третьего иностранного языка вам будет предложен европейский. Таким образом, все наши бакалавры выходят со знанием двух европейских и одного восточного языка. В высшей школе иностранных языков и перевода реализуется одно только направление лингвистика, и у него есть два профиля подготовки. Это перевод и переводоведение с различными языковыми комбинациями и теория и методика преподавания иностранных языков и культур. У нас две формы подготовки. Это очная с четырехлетним сроком обучения, на которую запланировано 36 бюджетных мест на 2021 год, и очно-заочная или, как мы ее называем, вечерняя форма обучения, на которой запланировано 18 бюджетных мест на 2021 год. Какие языки будут предложены в 2021 году, об этом мы будем говорить с вами чуть позже, но я могу точно сказать, что в качестве второго иностранного языка будет предложен немецкий, французский, португальский, испанский, китайский, арабский, турецкий. Что касается других языков, мы об этом поговорим с вами чуть позже, потому что это наша первая встреча в этом году, но, конечно же, не последняя. У нас есть очень интересные языковые комбинации, немецкий, английский, французский, английский и испанский английский. Это также идет по профилю перевода переводоведения. Для кого эти комбинации? Для тех, кто уже достаточно уверенно чувствует себя со своими знаниями английского языка, которые готовы посвятить большую часть своего времени изучению нового для них языка, поэтому мы предлагаем таким студентам переключиться с английского на немецкий, французский и испанский язык. Английский язык никуда не пропадает, он с вами, он уже с вами до конца вашей жизни. И во время института, во время обучения в институте, разумеется, вы будете продолжать совершенствовать свои знания английского языка, и все у вас будет хорошо. Я хочу также сказать про магистрские программы. У нас традиционно ведется набор на две магистрские программы. Это теория перевода, межкультурная и межязыковая коммуникация. В качестве второго иностранного языка там предлагается обычно французский, немецкий и русский язык для наших иностранных студентов. И, конечно же, есть магистрская программа «Теория методика преподавания иностранных языков и культур». В 2021 году мы предлагаем в качестве второго иностранного языка испанский и французский. Вообще нужно отдельно сказать про этот профиль и про магистрскую программу одноименную. Это очень хорошая альтернатива направлению педагогическое образование с иностранными языками, поскольку на педагогическом образовании вы обучаетесь пять лет, и вы изучаете два иностранных языка. На нашем бакалаврском профиле вы учитесь четыре года и изучаете три иностранных языка. Причем мы всегда предлагаем языки, которые рекомендует Министерство просвещения Российской Федерации для изучения в школах России. Ну, наверное, вкратце это все. У вас будет вступительное слово. Здравствуйте, уважаемые абитуриенты, наши потенциальные абитуриенты, бакалавры, магистранты. Я рада представить Высшую школу исторических наук и всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. Название нашей школы достаточно длинное, и такое же большое количество направлений сегодня мне предстоит представить, рассказать вам о них. Наша высшая школа реализует семь направлений подготовки бакалавриата, каждый из которых включает от двух до пяти профилей. Постараюсь коротко рассказать о каждом из них. Поскольку название нашей высшей школы, это еще раз напомню, исторических наук и всемирного культурного наследия, то классическое традиционное направление подготовки, которое вот уже несколько столетий осуществляет Казанский университет, это историческое образование. Историк, историческое образование, которое представлено у нас пятью профилями, реализуется несколькими кафедрами, и также, как сказала уже Диана Рустамовна, в любом случае, на какое бы направление подготовки нашего университета, Казанского федерального университета, вы не поступили, преподаватели истории будут с вами обязательно на каком-то из курсов, и вы в любом случае окунетесь в историческое прошлое, познаете настоящие наши страны и других стран мира. Историки, интересно обучение на этом направлении, интересно своей практикой, своими преподавателями, своими научными кружками и научными школами. Также один из профилей, который представлен на направлении история, это история тюркских народов. Этот профиль особый, поскольку обучение на этом профиле связано с специализированным заказом, так скажем, Министерства образования Республики Татарстан, и эти группы, которые изучают более углубленно тюркомусульманский мир, изучают несколько языков, в том числе старо-татарский язык. Вообще, особенностью нашего института, как уже сказали мои коллеги, является изучение ни одного языка. Естественно, находясь в таком конгломерате с профессионалами в области иностранных языков, в нашей высшей школе мы предлагаем нашим студентам от двух и более иностранных языков к изучению. И каждое направление подготовки включает в себя обучение нескольким иностранным языкам. Следующее направление подготовки достаточно новое, инновационное. Это зарубежное регионоведение и регионоведение России. В нашем институте вы получаете замечательное образование на стыке профессий, на стыке наук, поскольку студенты зарубежного регионоведения изучают политические, социологические, экономические науки, изучают международные отношения и историю международных отношений. Направление регионоведения России, уже само название говорит о том, что здесь изучается Россия с ее регионами, политика, общественная жизнь, экономика российских регионов. И также на направлении регионоведения России и зарубежное регионоведение существует возможность, ну, в принципе, это возможность существует на любых направлениях в нашем университете, возможность получения образования одного из семестров или целого года за рубежом. У университета существуют достаточно тесные связи с различными зарубежными вузами, где вы можете проучиться один семестр и затем вернуться на вашу образовательную программу, на которую вы поступали. Следующее направление подготовки – это антропология и этнология. Данное направление характеризуется также тем, что здесь происходит изучение происхождения человека, жизни человека, здесь, в общем-то, стык таких наук, как социальные науки, естественные науки, гуманитарные науки. И особенностью подготовки наших антропологов является то, что занятия проходят в музее, Минографического музея Казанского федерального университета. Большинство занятий проходят именно там. Еще одно из интересных направлений, которые реализуются в нашей высшей школе – это направление культурологии. Студенты, поступающие на данное направление, естественно, должны интересоваться, помимо всего прочего, искусством. И здесь возможность проявить себя в качестве студента на протяжении четырех лет, участвуя в различных конференциях, посещая музеи, выставки. И в качестве преподавателей также привлекаются специалисты самого широкого профиля, высококвалифицированные специалисты. Наш институт отличается тем, что мы приглашаем для чтения лекций достаточно интересных, видных преподавателей, профессорско-преподавательский состав различных институтов, университетов Российской Федерации и зарубежных вузов. У нас часто проводятся конференции, в которых студенты являются непосредственными участниками и имеют свои публикации. Следующее направление подготовки, которое я бы хотела представить, вносит более практико-ориентированный характер, это туризм. В нашем институте, нашей высшей школе, реализуется такое направление подготовки, как туризм и профиль международный туризм. Наши профили отличаются тем, что, опять-таки, используя весь потенциал нашего института, студентам в учебном плане представляется возможность изучить историко-культурное наследие как нашей страны, так и всего мира, окунуться в особенности различных научных исследований, познать этот волнующий, интересный мир. И еще одно из направлений, которое я хотела бы представить, это педагогическое образование. Вообще в Казанском федеральном университете педагогическое образование реализуется во всех институтах. Не стал исключением Институт международных отношений, и учитывая специфику профессорско-преподавательского состава исследовательских направлений наших преподавателей, мы реализуем такое направление, как педагогическое образование с двумя профилями подготовки, а именно история и общество знания, и история, и иностранный язык. Соответственно, учеба здесь проходит в течение пяти лет. Это не специалитет, это бакалавриат, но поскольку студенты получают образование и имеют возможность преподавать две дисциплины, то обучение, повторюсь, пять лет. Данное направление подготовки интересно, наверное, тем, что вообще у вас есть возможность вернуться в качестве практиканта в свою школу и со своим учителем провести и отдельно, самостоятельно провести уроки в своей школе. В общем-то, это педагогическое образование, которое готовит ребят к преподавательской деятельности не только в школах, но и в колледжах, в техникумах. И имея возможность получить образование магистерское, а затем и аспирантуру, быть и преподавателями высшей школы. Вот, наверное, все те направления, которые реализуются у нас. Еще хотела бы сказать, что мы рады видеть вас в качестве наших студентов, бакалавров, магистрантов, аспирантов, потому что, как уже сказали коллеги, по всем направлениям подготовки, о которых мы говорили, существует возможность продолжения образования и реализации вот этого трехуровневого образования. Кроме того, зачастую наши студенты, заканчивая бакалавриат в одной высшей школе, поступают в магистратуру в другой высшей школе и говорят, что им трудно оторваться от нашего института, и они готовы изучить другое направление подготовки, но в стенах нашего института международных отношений, которые, в общем-то, славятся тем, что у нас семья и МО. Вот, наверное, все, что я хотела бы вам сказать. Я думаю, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Да, давайте перейдем к вопросу. Мы начнем, наверное, с самого волнующего всех абитуриентов. Это бюджетные места. Сколько их? Где они? И, собственно, как туда поступать? Бюджетные места есть на всех направлениях подготовки, которые мы сегодня представили. Более точное количество их всегда можно увидеть на нашем сайте. Могу только отметить, что у нас 15 мест на... Если говорить о бакалавриятии, это международные отношения, 55 мест на востоковедение африканистику, в зависимости от профилей, меняется их количество, и 12-15 мест на экономику. Я думаю, другие направления подготовки коллеги озвучат, но чтобы не быть голословным, еще раз хотим сказать, что всю необходимую информацию вы всегда можете найти на сайте Казанского федерального университета, где есть и экзамены, которые необходимо сдавать, и баллы проходные, которые нужно набрать минимальные. Поэтому и даже вы можете узнать по результатам прошлых лет проходные баллы на бюджет. Поэтому всю необходимую информацию вы можете, конечно, в первую очередь почерпнуть из нашего сайта. А есть вопрос, который очень интересует ребят. Добрый день, зарубежные регионоведения. Куда устраиваются на работу выпускники? Постараюсь ответить на этот вопрос, поскольку у нас уже не первый выпуск зарубежного регионоведения. Вот как раз регионоведов России мы в этом году впервые выпускаем. И на них уже заявочки есть, даже не на тех, кто в этом году выпускается, а уже заявочки и на следующих. Что касается зарубежного регионоведения, ребят, я повторюсь, что в университете вы получаете классическое университетское образование. И те компетенции, которые заложены в учебных планах четырехлетнего обучения, они как универсальные компетенции, так и общекультурные, и профессиональные компетенции. И, соответственно, ребята, которые заканчивают зарубежное регионоведение, обладают знаниями в области политических наук, как я уже сказала, социальных, экономических наук. Поэтому спектр трудоустройства самый широкий. Это, прежде всего, органы государственной власти, это коммерческие структуры. Кем работают? Казалось бы, что это за профессия? Зарубежный регионовед. На самом деле, еще раз подчеркну, что то классическое образование, которое вы получаете в Казанском университете, дает возможность выбрать свою траекторию жизненную, именно ту, которая вам будет необходима. Вы можете продолжить образование и заниматься наукой. Вы можете найти себя в практической деятельности. Многие наши ребята интересуются политикой. Многие из них идут в политику и делают карьеру там. И, в общем-то, диплом Казанского федерального университета это такой, ну, я не знаю, наверное, такой бонус, который, получив который, можно очень успешно реализовать свою жизненную траекторию, свою карьеру. А какой иностранный язык нужно сдавать для поступления на лингвистику? Иностранный. Среди иностранных языков есть много иностранных языков. И в качестве одного из испытаний вступительных в ЕГЭ это иностранный язык. Конечно, я сейчас шучу, а тот язык иностранный, который вы изучаете в школе, вот его вы и будете сдавать. И он будет зачитываться. Если это французский, добро пожаловать. Если это немецкий, добро пожаловать. Если это английский, добро пожаловать. Поэтому в зачет идет тот иностранный язык, который вы изучаете в школе и по которому вы будете сдавать ЕГЭ. Есть еще такой вопрос. А есть ли какие-то дополнительные испытания, которые проводит университет для всех направлений, которые могут быть необходимы для поступления? Дополнительные испытания у нас предусмотрены для тех, кто поступает после среднепрофессиональных образовательных учреждений. Это те, кто уходит после 9 класса и заканчивают техникум и колледжи. И также дополнительные испытания у нас предусмотрены для иностранцев, которые сдают уже отдельный экзамен, экзамен, который специально организуется для иностранных абитуриентов. Все остальные школьники, которые заканчивают 11 классов, они поступают к нам по результатам ЕГЭ. Никаких других экзаменов, творческих экзаменов на наше направление подготовки не предусмотрены. Изучаются ли какие-то иностранные языки на направлении туризм? Безусловно. Конечно же, как я уже сказала, два языка – это тот минимум, который предлагает Институт международных отношений. Соответственно, на направлении подготовки туризм изучается два иностранных языка. Третий иностранный язык вы можете также взять для себя для изучения, потому что в Институте международных отношений существует замечательная структура дополнительного образования, которая предлагает также вам к изучению любые языки на ваш выбор. А два языка являются обязательными при обучении на направлении подготовки туризм. Еще очень много вопросов у нас касательно конкурса именно на платное обучение. Вот конкретно, допустим, по направлению Востоковедения. Какие баллы, чтобы гарантированно поступить? Такой минимум, может быть, если на память есть несложно. Минимум баллов, которые, как я уже сказала, минимум баллов вы можете всегда найти на сайте. Это 40 баллов по профильному экзаменам и по истории и не менее 35 баллов по другим экзаменам. Но 40 – это вот тот нижний предел, который необходимо набрать по результатам ЕГЭ. Расскажите, пожалуйста, более подробно про программу двух дипломов. Есть у нас такой вопрос. Я полагаю, это направление подготовки зарубежной регионоведения российско-германских исследований? Возможно, да. Действительно, есть у нас такое направление подготовки как зарубежное регионоведение и профиль германо-российские исследования. Данный профиль реализуется совместно с университетом Регенсбурга. И вот буквально сейчас я прибежала с экзамена, потому что время у нас сейчас горячее. И экзамен мне сдавала группа наших студентов плюс четверо ребят из университета Регенсбурга. Одновременно сейчас шестеро наших ребят находятся на обучении в Регенсбурге и также вместе с немецкими студентами сдают, пыхтят эту сессию. И, конечно же, у ребят из Регенсбурга было очень много вопросов. К сожалению, мы сейчас на удаленке, они не смогли к нам приехать, поэтому экзамен у нас проходил в таком смешанном формате. То есть группа здесь, а ребята в Германии. И когда у нас начался семестр, они очень выражали сожаление, что они не смогли приехать, потому что вообще эта программа предусматривает совместное обучение каждый семестр. То есть максимальное количество шесть ребят из Казанского университета, то есть направление зарубежное регионоведение, профиль германо-российские исследования, уезжают в Регенсбург. Шесть почему? Потому что это тот минимум, который оплачивается немецкой стороной, оплачивается обучение. Ребята могут ехать и более, но уже за свои деньги. И также максимум шесть человек мы можем принять к себе. Почему в этом году у нас четыре студента из Германии? Потому что двое, два человека уже на этапе октября поняли, что они недостаточно владеют русским языком, и поэтому они вынуждены были пока отложить это обучение в России. Соответственно, наши ребята, когда проходит конкурс, кто из них поедет в Германию, конечно же, первый критерий – это хорошее знание немецкого языка. А есть ли существенные отличия между лингвистикой и востоковедением, если в будущем планируешь стать переводчиком арабского языка? Тяна Рустамовна. На самом деле, по направлению лингвистика, как я сказала, первый наш основной профиль, с которого все и начиналось, вся начиналась история лингвистики в Казанском федеральном университете, это профиль перевода и перевода ведения, и в том числе с языковой комбинацией английский и арабский языки. Эта комбинация языковая достаточно популярна. Ежегодно мы набираем как минимум одну группу, которые изучают английский в качестве второго языка, изучают арабский язык. У нас студенты выбирают также арабский язык в качестве третьего иностранного языка, поэтому ничего не мешает им, изучая арабский язык даже в качестве третьего иностранного работать переводчиком с арабским языком. Кроме того, у нас есть центр замечательного арабского языка и арабской культуры Аль-Хадара, где они могут проходить дополнительные курсы по подготовке. У нас есть большое количество стажировок в арабские страны, где студенты получают языковую стажировку не только по языку, а именно проходят стажировку на тех направлениях, которые готовят их к работе в качестве будущего переводчика с арабским языком. Я просто хочу добавить, если позволить, если абитуриент выбирает направление востоковедения и африканистика, то он не ограничивается только изучением арабского языка. Здесь он прослушивает и курс по культуре арабских стран, по истории арабских стран, где становится более междисциплинарным, более широкого профиля специалистом. И хочется отметить, что мы не делим направление подготовки, потому что европейские языки у нас преподают, преподаватели ведут преподаватели Высшей школы иностранных языков и перевода, а преподаватели, которые ведут восточные языки, также параллельно работают со студентами-будущими лингвистами. Поэтому в любом направлении это будет качественно-языковая междисциплинарная подготовка на всех направлениях подготовки. Есть у нас еще такой вопрос касаемо поступлений. Он касается дополнительных, получается, баллов, которые можно получить за золотой значок ГТО и за золотую медаль. Учитываются ли какие-то прочие индивидуальные достижения при поступлении? Да, конечно, учитываются. И олимпиады, есть специальные перечни олимпиады, которые дают определенное количество баллов. Есть другие достижения, которые школьник еще набирает эти баллы, будучи учеником. Конкретная информация, за что, сколько баллов присуждается, также всегда высвечивается на сайте Казанского федерального университета в разделе «Буду студентов». Это специально большой, очень насыщенный раздел для абитуриентов. Там вы сможете узнать и критерии, по которым начисляют все или иные баллы, и олимпиады, которые будут приносить эти дополнительные баллы на конкретном направлении подготовки. А вот поговорили, в принципе, о бакалавриате. Есть у нас вопрос про магистратуру. Какие вступительные испытания будут ждать тех, кто захочет поступить на магистратуру туризма? Вступительные испытания второй год подряд мы проводим в виде тестов. То есть это тестирование. И поскольку вы знаете, что поступить на любое направление подготовки в магистратуру можно, имея высшее образование, то есть вы получаете бакалавриат, неважно, на каком направлении подготовки вы учились, вы можете выбрать для магистратуры любое интересующее вас направление подготовки. И, соответственно, вступительное испытание на магистрскую программу международный туризм включает в себя ряд тестов, которые носят такой общий информационный характер. Для подготовки к этому экзамену примерные вопросы всегда размещены на сайте. И для подготовки и для сдачи этого экзамена необходимо иметь базовое высшее образование, ну, на самом деле, любое, и быть просто человеком, который заинтересован в этой сфере деятельности, то есть интересоваться различными маршрутами, туристическими направлениями, интересоваться историей, естественно, интересоваться культурными, архитектурными памятниками. И, в общем-то, подготовиться вы всегда сможете и поступить, и учиться на этом замечательном направлении подготовки. Есть у нас еще такой вопрос, который касается офлайн- или онлайн-курсов, которые помогли бы подготовиться абитуриентам. Практикуется ли это в Институте международных отношений? Ну, на самом деле, офлайн- или онлайн-курсов, мы сегодня уже говорили о Центре компетенции «Юниверсум», который существует как отдельная структура в структуре нашего Института международных отношений, который предлагает большой спектр, широкий спектр курсов, так скажем, который помогает абитуриентам, школьникам подготовиться к тому или иному ЕГЭ, например, история, общество знаний, английский язык, любой иностранный язык. И, помимо этого, уже когда они становятся студентами, они еще помогают им получить дополнительные компетенции. Это и дополнительный иностранный язык, это и программа дополнительного образования, так скажем, тот диплом, который они поистить, то есть по получению диплома бакалавриата могут параллельно получить как второе высшее образование. Есть программа дополнительного образования. Весь спектр этих курсов вы также можете найти на сайте, и если есть такая необходимость, сейчас, в силу такой, что пандемия внесла свои коррективы в нашу жизнь, то часть курсов реализуется и в режиме онлайн. Есть у нас еще несколько вопросов. Что касается олимпиад для школьников, проводятся ли они в рамках института? Вообще, в рамках института проводится очень много олимпиад, и не только для школьников, о которых, я думаю, Диана Рустановна еще более подробно расскажет, но в течение всего учебного года в стенах института проводятся и олимпиады всероссийского международного характера и для студентов. Это языковые олимпиады, это, скажем, всероссийская олимпиада по арабскому языку, это всероссийская олимпиада по турецкому языку, это международный конкурс по японскому языку и культуре, по корейскому языку и культуре, Это сертификационные экзамены по корейскому, китайскому, японскому и другим языкам. Про европейские языки, я думаю, Диана Рустановна дополнит еще больше. И есть у нас также олимпиады, которые проводятся по китайскому, турецкому, арабскому языкам. Разные уровни олимпиад, начиная от муниципальной до республиканской, а по китайской до всероссийской, где наши сотрудники, наши преподаватели являются членами жюри и разрабатывают задания и ведут подготовку, учебно-тренировочные сборы. Есть у нас еще и другой спектр олимпиад, Диана Рустановна, если позволите. Да, конечно. Высшая школа иностранных языков и перевода замыкает олимпиадные движения в республике Татарсан по европейским языкам. Английский, немецкий, французский и итальянский языки. Вот сейчас уже на днях стартовал региональный, то есть республиканский этап Всероссийской олимпиады школьников по иностранным языкам. Кроме того, мы можем похвастаться, это действительно очень большой плюс, это предмет для хвастовства, что межрегиональная предметная олимпиада по дисциплине иностранный язык, которая была в Казанском федеральном университете несколько лет, сейчас превратилась, в прошлом году вернее превратилась в олимпиаду, которая входит в перечень олимпиад, Всероссийских олимпиад школьников. Заочный этап этой олимпиады уже прошел, к сожалению, и мы теперь ждем очного этапа, он будет проводиться, конечно же, тоже онлайн, но мы его так называем очный этап. Это 3 февраля будет эта олимпиада, возможно, среди слушающих нас сейчас, абитуриентов, есть люди, которые попробовали свои силы уже на этой олимпиаде. Мы ждем вашего участия 3 февраля. Какие бонусы предоставляет участие и победа в качестве призера, либо в качестве победителя этой олимпиады? Это действительно большие бонусы, это и 100 баллов ЕГЭ, если вы поступаете на профильное направление, причем не только в Казанский федеральный университет, но и в другие вузы, если есть на сайте оговорка, что они принимают результаты этой олимпиады. Вообще наша олимпиада второго уровня, что действительно придает ей особый статус. Олимпиада по истории, конечно же, региональный этап по истории, конечно, проводит наш институт. Ну и давайте в завершение еще поговорим о том, реализуется ли в институте программа соотечественники для ребят из ближнего зарубежья, которые хотят поступить на бюджет. Да, конечно, эта программа также реализуется и для абитуриентов, которые поступают в наш институт. Также более подробную информацию вы всегда можете узнать на сайте. Хочется отметить, что в нашем институте действительно большое количество иностранных студентов, студентов соотечественных, которые родились, проживали И до сих пор продолжают проживать в странах дальнего зарубежья и ближнего зарубежья. И сегодня мы говорили только об образовании, говорили только об общих программах образовательных. Стоит отметить, что студенты нашего института получают в качестве большого дома бонусы творческие направления, участие во всевозможных фестивалях, Александрфест, научные конференции, которые проводятся у нас в большом количестве и на очень высоком уровне. Это языковые и профильные стажировки вузы Российской Федерации, а также вузы дальнего зарубежья, ближнего зарубежья. Это вузы Восточной Европы, это вузы Западной Европы. Это фактически весь Восток, языки, которые мы преподаем здесь, мы предоставляем нашим студентам широкий спектр стажировочных программ. Да, конечно, сейчас пандемия, она вносит свои коррективы, но тем не менее у нас есть студенты, которые до сих пор находятся на стажировках, они чувствуют себя очень комфортно, великолепно. Студенты и иностранцы также приезжают к нам, мы ведем сейчас свою образовательную деятельность, как один из немногих вузов, который проводит здесь занятия в очном формате. Наши студенты чувствуют себя великолепно, очень комфортно. И хочется отметить, что студенты Института международных отношений, как я уже сказала, приходят не только учиться получать знания, но и вступают в качестве члена в большую семью, семью ИМО, и получают очень большой спектр возможностей для реализации себя, получают, я думаю, визитную карточку, свою уже собственную, и, конечно, возможности, компетенции, которые в дальнейшем помогают им реализовать себя в первую очередь как личности. Я думаю, на этой приятной ноте можно закончить. Большое спасибо, уважаемые спикеры, за такие развернутые ответы. А я напоминаю, что в эфире у нас был Инсталайв с Институтом международных отношений Казанского федерального университета. Смотрите Инсталайв, оставайтесь с нами на связи. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»